Надежный и незаменимый, говорят стрелки о переносном зенитно-ракетном комплексе «Игла», состоящем на вооружении в российской армии с 83-го года. Чтобы работать с ПЗРК, нужно в совершенстве знать теорию и иметь немалый опыт. Начинающего зенитчика может сбить с толку непогода или туман. Даже несмотря на то, что «Игла» оснащена самонаводящимися ракетами, человеческий фактор играет важную роль, поэтому без практики никуда. Тренировочные сборы стрелков-зенитчиков прошли на военном полигоне, слово Денису Прокопенко. К этому дню стрелки-зенитчики со всей Мурманской области готовились долго. Александр Алексеев про переносной зенитно-ракетный комплекс «Игла» знает все, но лишь в теории. Боевыми снарядами ему до сих пор стрелять не приходилось. Мужчина в Мурманскую область приехал с юга, не так давно перевелся в спутник, попал в зенитный расчет. Говорит, тренажеры понятия о работе с «Иглой» дают лишь приблизительное. Ну, не компьютерные, тренажеры старые. Работаем по ропам, определяем, автомат определяет цель. Мы ее улавливаем, нажимаем на спутковой крючок и показываем, сколько времени на прицеливание. Опытные стрелки утверждают, ракета зенитно-ракетного комплекса работает по принципу «пустил-забыл». Дальше все делает самонаводящаяся боеголовка. Однако, чтобы пустить, тоже нужен немалый опыт. Цель наблюдаем. Пошли. Нашмол делай. Двумя руками. Пошла, пошла. Начинающему зенитчику в отсутствии специального электронного планшета может помешать высокая облачность или туман. Для ракеты малая видимость – не преграда. Ей во время захвата цели задачу дает пусковой механизм комплекса. Далее она наводится по тепловому следу двигателей. Но задать начальное направление – захватить цель – должен человек. Иглы в российской армии используются с 1983 года. И с тех пор не раз подтвердили свою надежность и незаменимость. Ни дождь, ни мороз для этого оружия не помеха. Диапазон рабочих температур от минус 50 до плюс 50. Инфракрасная самонаводящаяся головка ракеты реагирует на температуры от 90 градусов по Цельсию. Снаряд способен достать цели на высоте от 10 метров до 3,5 километров. И на расстоянии до 6 километров. Эффективнее всего этот ПЗРК против вертолетов врага. Но и низколетящий самолет из него тоже можно сбить. Чтобы не произошло трагедии, военные предварительно связываются с авиадиспетчерами. Над зоной тренировок не должно быть ни одного воздушного судна. За обстановкой на полигоне с близлежащей сопки следит специальная группа во главе с руководителем учебных сборов. Задача была отработать навыки стрелков, зенитчиков, закрепить знания в использовании переносных зенитно-ракетных комплексов. И все это завершилось выполнением боевых упражнений. Считаю, что цель сборов достигнута. Знания получены, твердые знания. И боевые упражнения выполнены с оценкой хорошо. Стрелки-зенитчики с ПЗРК есть даже на подводных лодках. Потому в учениях принимали участие все виды войск. В роли инструкторов выступили военные 61-й бригады морской пехоты. Они принимали гостей, размещали их у себя на базе, обеспечивали и проводили тренировки. Такие сборы проходят ежегодно. И зенитно-ракетные стрельбы – лишь малая часть подготовки.